Итак, мы перешли к третьему сету работы с шейной и воротниковой зоной. Стоим, относительно человека, вдоль его тела, размяли его подагонали, размяли шею, натянули, декомплексировали шейные позвонки на себя, и вот у нас пальчики остались на сосцевидных отростках под черепом. Сразу их распрямляем и делаем шиатсу, такой акупунктурный массаж вдоль этих, в смысле, под черепом, под затылочной костью, акцепитанс. То есть, получается, тут как раз они натягиваются, вы сразу можете почувствовать какой-то больше натянут, там сразу будет больно, либо слева, либо справа. У человека спрашивается, главное, что было симметрично. И центральную часть мы теперь заглазим под затылочную кость, там позвоночник входит в череп, туда ныряем, где самая глубина, натягиваем на себя, ну, любым пальцем, каким у нас получится. Нацениваем, как на крючок, как вешаем на себя, и грибом. Вот там точка чуть повыше, и точка еще повыше, под выпирающей такой косточкой. Вот, подойдите, потом посмотрите, приближается. Вот выпирающая косточка, да? Вот мы тут поражали, раз, два, три. Вот все точки. Точки Конфуция, называется они. Типа от этой внутрости прибавляется. Вот, размяли их. Если человек лысый, да, то, в принципе, можно и шестеренками разминать. А так, в принципе, у кого у вас на покров, то вы берегите, потому что волосы к глазки будут дергаться, будет неприятно. Все это очень полезно делать при регитосуществе дистонии. Далее, вот берем близко к вискам, прямо вот, где начинается в основном покров, сильно сжимаем, и четыре вот таких вот прохода по четырьмым линиям, вот эти нарисованы еще один специальный раз, видите, четыре человека подготовилась на рисовом линии движения, по ним же идет лимфа, то есть мы усиленно прокачиваем, головная польза, кстати, тоже снимается, несколько раз вверх, разворачиваем руки, идем за ушами, и вот туда, в подключичную зону. Здесь не давим, звездками мягкие, да, тут просто перегонечко, нежно, нежно опускаемся вниз, туда подключицу, по щекам, по ушам можно туда пройтись, лимф, туда вгоним, в подключичную зону. Вот сюда, вот так вот сюда. Желательно туда попасть. Теперь точки за ушами, где ухо растет, да, вот прям раз, два, вот, пожимаем, вот такие шишечки будут, стараемся между шишечек попасть, доходим до последней точки, где вот ухо начинает расти, тут под ухом тоже есть точка, но аккуратно там еще лимфы узлы, вот видно, фактически, чтобы у него не попали, их переживать нельзя, вот здесь он находится. Вот эти продавили точки, теперь само ухо, сначала промассировали, намассировать его можно там, как угодно, как пельмень, можно там скатать в трубочку, до конвертиком завернуть, крутить, по всякому ухо, сомневается, кровь, кровью наполняется, некоторым людям очень нравится, мне эта девушка приходилось, я ей стал, ну, вроде заказал массаж спины, да, а я ей стал тушить, она такая, что-то со столами скочила, что-то мне уши трогаешь, не трогай мои уши, а потом сама прибежала, на следующий день говорит, ой, ты знаешь, уши так классно казалось, давай, мне теперь туши всегда делай, и просит делать уши, да, а ухо, причем важен здесь, акупунктурные точки, они у нас по всему организму рассыпаны многократно, многократно копируя наши внутренние органы, ну, на стопах это, прежде всего, все знают, да, так же есть на ладонях, на спине, на лице, на черепе, то есть все повторяется, на каждой фаланке пальцы даже не повторяются, смотреть, и на ушах, соответственно, они тоже повторяются. Ухо, оно по внешнему виду похоже на перевернутых вверх ногами зародыш ребенка, то есть оно уникально, ухожу к человеку, ему сами все уникальные, да, рисунок ухо уникален, и если разделить половинки мозга в два полушария, так разделить, развести вот так, то тут будет нарисован рисунок вашего уха, внутри. Вот, получается, видите, вот голова, тут надо же видно, эти голова, вот, соответственно, у меня получается точка глаза, вот рта, ухо, вот пошел хребет, продавили эти точки, у них судей, ну, пошел позвоночник, да, вот сюда спускаемся, это получается, крестец, тут копчик, соответственно, вот, ну, сюда пошли вот ноги, руки, там внутренние органы, ну, может, просто хотите, можно их не изучать, да, или там посмотрите схемы, я вам пока пришлю, может просто хаотичь, там, нажимать, в общем, верхний ободок, мы пронажимали и внутренний ободок, пронажимали точки, иной раз это прямо-то откликается в теле человека, то есть у кого-то вот болело здесь, я нажимал эту точку, да, поясницу, и девушка чувствовал, что у меня вот эта часть уха печет, там конкретно идет ответ организма, далее точки, там, где вот скула соединяется с черепом, да, нижний челюсть соединяет с верхней челюсть, вот прямо от этого выступа раз-два-три, близко к этой точке находится, тоже пожимаем раз-два-три, в конце растерли уши, таким способом, как вот ножницами, мягко промассивали часть черепа, и вообще некоторым нравится, да, именно с черепом работать, с черепом, значит, как можно работать, тут уже есть мышцы, вообще у нас, вот о чем происходит там, черепное давление, боли, хроническая усталость, мигрени, бессонница, от того, что вот эти мышцы зажаты, да, а любая мышца заканчивается сухожилием, и дальше идет сухожильный шлем от этих мышц, то есть мы размяли их, и размяли этот шлем, и тогда, как бы, нормализуется внутрочерепное давление, ну, какие способности можно выразминать, вот, берем вот так вот руки, соединяем, и друг на друга натягиваем кожу, по центральной части, по боковой прошлись несколько проходов, далее поперек прошлись таким валиком, прошлись вот так вот, вдоль, всю кровь мы будем вниз, помните, да, от ушей, через череп, шею, трапеции, к сердцу, размяли, и теперь прожимаем точки шаолиня, вот, от основной линии черепа, примерно, если вот на толщину пальца, например, полтора-два сантиметра вступить, и с очередностью через два сантиметра друг от носителя на друга, параллельно на две линии точек, прожимаем их между шаолиня, достаточно сильно, глубоко, под плюмным углом, к центру черепа, в центр черепа, когда вы вот эти тренируетесь, там будут, чувствуете, там такие бугорки, да, и как раз вот между ними находятся точки, вы будете обходить, заканчиваем опять вот этими точками десоцевидные отростки, следующая точка есть расслабляющая шею, это вот центр, ну, за третьего позвонка, да, соответственно, центр позвонков глубоко отступаем, и вот эти мышцы продавливаем вертикально вниз, следующая точка, вот под этой мышцей, вот здесь идет артерия, и там голову щитку, нерв есть, вот его пережимаем, там пациенту, не больно? отпускаем, следующая точка, под трапециевидной мышцей, приподнимаем ее там, где вот начинается шея, да, вот туда залазим, там есть такого, как сказать, по ощущению, как будто у подушечка пальцев, вот такая, на нее нажимаем, с обеих сторон, далее, говорю, точка по середине, по центру, аппетитные мышцы, там в нее, точка на соединение, например, отростка и ключицы, точка на уголке лопатки, точка, где идет трапециевидная мышца, вот тут правил трапециевидной зоны нашей, точка под большой круглой мышцей, точка под малой круглой мышцей, не больно? все, нажимаем точки, следующим способом, на выдохе, на вдохе, вдохнули, потому что некоторым очень больно, вдохнули, нажали, держим 10-15 секунд примерно и резко пускаем, что происходит, происходит эффект шланга, так называемого, в любой мышце, если есть напряжение, да, то мы массивили либо начало мышц, либо ее, ну, да, одно место крепление, другое место крепление, либо середина, да, ну, как правило, тут мы пережимаем, соответственно, в эту точку, либо эту точку, когда мы пережимаем, кровь не идет по волокон, да, вот она как бы закупоривается, а там был спазм, да, спазм, это что, это вот наполнение какой-то, ну, говорит, мышц забиты, чем забиты, ну, кровью, да, отработанными, переработанными продуктами нашего организма, и, соответственно, когда отпускаем, накопившись кровь от стороны, пробивается пробка, это место, то есть, вот такая логика, эти волокон, да, и расслабляется весь плечевой пояс, и руки даже расслабляются, некоторые говорят, что даже до колена доходит, в колено там стреляют от этих точек, и в заключение мы делаем шестеренки, растягиваем шестеренки, относительно оси, берем эти мышцы боковые, с одной стороны разворачиваем, да, и на стяжении их прожимаем пальцами, вот туда, мускулус элеватор скапулус, называется мышца, которая поднимает уголок лопатки, вот на уголку лопатки натянется вот так, вот она чаще всего, люди бывают, заслужена, либо воспалена, здесь все прорабатываем, ну, кому надо, там, конечно, уже подробнее, да, вот сюда мышцы поработали, и возвращаемся назад, в исходное положение, где мы будем производить завершающие приемы, если мы делаем массаж спины, да, то там где начали, там мы и закончим, ну, об этом в следующей части видеоролика, сет номер 4 будет, а если вы делали только массаж спины шеи, да, шеи массаж паузоны, то вот этого достаточно, так что, я с вами не прощаюсь, с вами был Олег Алабудвин, увидимся в следующей серии, в четвертом сете.